Всем привет, друзья! С вами снова я, старый, добрый, ваш любимый Макс. Как дележки? Вот только отучился в русской школе, устал, хочу отдохнуть и вот, релаксирую. Мне вот тут недавно приколол один коммент. Короче, кто-то пишет. Макс, я вот только одно не могу понять на твоём канале. Вот слушай, чё только со взрослыми дядьками общаешься? Где твои сверстники? Чё ты со своими друзьями так часто не общаешься, как со взрослыми дядьками? Не, вот я легко могу ответить на этот вот, почему я не снимаю много видосов со своими сверстниками. Дело всё в том, что в моём комплексе или вообще вот около меня, в Кове, здесь просто нет моих друзей. Никто здесь не живёт, даже моих одноклассников здесь нету. Единственные мои друзья это вот на Южном Гуах, в Панаджи, там, в Максе. И вот когда они ко мне приезжают, я, конечно, снимаю свои влоги. Или когда я к ним езжу. Я, что ли, должен каждый день быть в Максе или в Панадже? Конечно же нет. Так вот, у меня есть один такой очень хороший друг, его зовут Глеб. Вы наверняка слышали очень много про него в моих видосах и влогах. Так вот, он появился в Скайпе. У него были проблемы со Скайпом, и вот он появился. У меня есть бандикам, и я вот тут подумал, а что мне мешает записать видосик, как я общаюсь со своим другом Глебом по Скайпу. Он живёт в Москве, так что погнали. Глебыч, привет! Как дела? Как? Как иди! Всё супер! Ага, меня просто... Ах, папа! Слушай, а как там у тебя? Ах, у меня-то вы не сейчас всё классно. Слушай, а как у тебя дела? Ну, как жизнь? У меня... Да я тебе сказала, у меня ничего. Всё супер! Да и не то слово. А как в России? О, знаешь, хладновато. Хладновато. А погода как? Вот там снег-то есть, снег? Снег вчера выпал, а сегодня растаял. Ах, не, наверное, там дожди и снег. Ну, да. Ах, не люблю, когда дожди и снег. Мне нравится, когда прям снег и только снег. Ну, классно. Чё нового там? Как школа? Ах, да, четвёрка-пятёрка. А у тебя? Четвёрки-пятёрки? У меня тоже самое четвёрки-пятёрки. Только дело в том, что у них школа. Четвёрки-пятёрки. Пять, давай пять. У-у-у. Бум. Прикольно. Только экран. Да. Ну, погода никогда не меняется. Всё время одинаково. Солнышко сияет. Это супер просто. Облака есть. На какие фильмы ты сейчас ходишь? А, на какие фильмы? Фильмы. Это, короче. Правда, я давно не ходил. Даже я не могу примерно сказать, какой мой последний фильм был. Да. Слушай, а ты вот ходил на фильм «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём». Да, ходил. Ходил. И, кстати, я хочу кое-что тебе рассказать. Этот фильм основан на мотивах книги. А книги всего три. И третья часть будет называться «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти». Да, а это подтверждено, что выйдет третья часть или нет? Ну, если увидеть вторую часть, то все поймут, что выйдет и третья. Понятно. Значит, по мотивам книги. Круто. Слушай, ходил на фильм «Прогулка». Нет, знаешь, не ходил, и мне как-то не хочется после рекламы. Ну, просто там, смотри, весь фильм, люди ждут одной вещи, как человек прогуляется по каналу. Не, вот слушай, именно я так же думал, что реклама фигня, значит, и фильм будет одна шня какая-то. Не, на самом-то деле я сходил на фильм, мне реально понравилось. А ходил на фильм, мультфильм «Миньоны». Ну, давай. Это просто угарно. Сходил? О, слушай, это реально же, реально такие смешные они. Блин. Как они еще думали, что их босс это тираннозавр? Ой, блин. Лоханулись, но как они? Вот они дают. Не, а помнишь, когда еще королева дает вот такой вот шар, да, миньону? Он недоволен, потом резко она ему дает такую крутую гитару. Он в радости такой играет, 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 играет и потом бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Ой, блин. Такие смешные. Пьес-Вит, а как там у тебя? Играешь? Да, играю. Вот, представляй. Какие новые игры у тебя? Да, особо никаких старых игр. я тут играю на планшете сейчас последнее время майнкрафт тоже ты играешь бумбич да это просто угар это реально такая достаточно прикольная игра чтоб потратить время и супер ну да тем более вот смотрите вот две игры бумбич и clash of clans конечно понимаешь всякие прикольные вещи ну там все доисторическое а вот бумбич это сейчас не это время которое сейчас прокачать все до такой степени что там будут вообще новейшие будущих танки только на этом нужно время и терпение и стратегически еще там совет всегда под рукой в этой игре иметь калькулятор бумажку и ручку зачем там нужно рассчитывать удар количество я и купил две игры для playstation 3 это одна майнкрафт и я еще купил call of duty advanced warfare клёво ты что нового купил а я купил вот а мне на днюху подарили вот титон нифига си монстр какой круто вообще и это радиоуправляемая такая тачка да но я да знаешь купил я просто так гоняю да конечно радиоуправляемая слушай покажи-ка я еще раз да круто супер а до какой скорости разгоняется на коробке примерно написано но я предполагаю 25 километров в час нормально слушай а он хорошо по бездорожью ездит по бездорожью хорошо только потом придется снимать крышку и там открывать водонепроницаемый короче я так думаю так так это же вообще бомба слушай давай сыграй мне какую-нибудь песенку чуть сыграй мне хочется послушать на как опыту опыту 9 4 4 5 5 5 6 6 и основе 8 это токсово так и есть контракт Субтитры подогнал «Симон» 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 отметил как раз. А нам надо сделать как-нибудь, чтобы дошла энергия. Как нам это сделать?